2024 год объявлен в Тюркском мире годом памяти Махтум-Кули-Фраги в связи с трехстолетием со дня его рождения. А в Туркменистане, в стране, которая является родиной поэта, этот год проходит под эгидой кладезь разума Махтум-Кули-Фраги. Посольство Туркменистана в Кыргызстане организовало и провело круглый стол, посвященный великому поэту. Творчество туркменского поэта обогатило не только культурный мир Туркменистана, но и занимает важное место во всем туркском мире. Как известно, 2024 год был объявлен в Турксой годом Махтум-Кули. Это является данным высокого уважения и почитания выдающегося поэта-гуманиста классика туркменской и мировой литературы. В честь юбилейной даты Махтум-Кули в Туркменистане в 2024 году примет саммит на уровне глав правительства и международную конференцию на уровне министров культуры. Помимо масштабных культурных мероприятий в Туркменистане и за рубежом в текущем году, также в Асхабаде состоится торжественное открытие культурно-паркового комплекса Махтум-Кули-Фраги и его величественного монумента, который станет своеобразным символом исконных ценностей туркменского народа. В богатом многогранном поэтическом наследии фраги нашли отражение философия жизни туркменского народа, его мудрые обычаи, традиции, высокие духовно-нравственные ценности, а также мечты о своем сильном, процветающем государстве. Эти надежды и чаяния сбылись в современную эпоху, а гуманистические идеалы поэта легли в основу государственной политики независимого, нейтрального Туркменистана. Ныне поэзия Махтум-Кули-Фраги звучит с новой силой, став посланником доброй воли туркменского народа в деле развития дружественных добрососедских отношений с народами мира, укрепления международных гуманитарных связей. Поэт играет важную роль в укреплении уст дружбы и братства между двумя народами. С уверенностью могу ответить, что в Кыргызстане глубоко чтят и с большим уважением относятся к творчеству наследию братских народов. В целях укрепления связи между двумя странами особую важность приобретает проведение культурных мероприятий. Наследие классической литературы, творчество Махтум-Кули-Фраги является бесценным национальным достоянием Туркменистана. Оно стало неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Переведенные на языки разных народов стихотворения этого поэта находят отклик в сердцах людей во всех уголках планеты. В Кыргызстане его знают и любят, издают в сборнике и ставят спектакли по его биографиям. Создал поэзию, которая была по своему духу и социальной направленности очень близко к простым людям. Почему? Его любят не только туркмены, но и киргизы, казахи, весь тюркский мир. Его творчество изучают многие иностранные ученые. Он у них на устах. Вторая часть «Круглого стола» была посвящена презентации первой книги президента Туркменистана Сердара Бердемухамедова под названием «Молодежь. Опора Родины». В ней молодое поколение отображено как ключевой стержень общества и его развития. Завершающей частью «Круглого стола» стала презентация мероприятий, которые Туркменистан проводит в этом году по случаю объявления города Анау культурной столицей Тюркского мира. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу, Умурбек, ТВ-15.